Лимонде, Франция, церковь перед выбором, реформа или гибель. Редакционная статья. Лимонде, Франция. 26 декабря 2019 года. На этот раз такой подход имеет под собой все основания. Кризис, который переживает католическая церковь, является историческим. По масштабу многие сравнивают его с протестантскими реформами. Сейчас несколько факторов сошлись вместе, чтобы подорвать институт, который с момента своего появления втискивался в рамки Римской империи. Почти полная секуляризация Запада уничтожила значение христианского центра с его миссией и евангелизацией остального мира. Христианский мир больше не существует, заявил Папа Франциск в ходе традиционной рождественской встречи с римской курьей 21 декабря. Даже в местах, где влияние католической церкви расширяется, например, в Африке и Азии, она сталкивается с сильной конкуренцией со стороны пятидесятнических церквей, которые пытаются пробить брешь в ее латиноамериканском бастионе 40% католиков мира. Разоблачения о сексуальном насилии над несовершеннолетними и женщинами идут непрерывным потоком. Они привели к сокращению ресурсов не только Ватикана, но и местных церквей, особенно во Франции, что привело к сокращению пожертвований. Избранный в срочном порядке Папа Франциск убежден в необходимости глубоких перемен, чтобы спасти, по крайней мере, в мирском смысле, католическую церковь. В субботу он процитировал Джузеппе Томазиде Лампедуза, чтобы убедить Курию, что все должно измениться, чтобы все осталось по-прежнему. Фактически, с 2013 года он подталкивает свою церковь к реформированию нескольких ведомств. В то время как два его предшественника ставили в своих проповедях на передний план вопроса морали, Франциск погружается в суть современных проблем, произнося яркие речи о климатическом кризисе и критикуя финансовый капитализм и защиту мигрантов. Финансовый скандал однако реформатор Франциск иногда останавливается на середине пути из-за сопротивления переменам в его окружении и нежелания с его стороны менять определенные звенья в структуре католической церкви, которые сохранялись на протяжении веков. Столкнувшись с внутренними войнами Курии в ходе продолжающегося финансового скандала в Ватикане, он ослабил комитет по борьбе с отмыванием денег, который помог очистить финансовые схемы Святого Престола. Он неутомимо осуждает клирикализм, но по-прежнему не назначает мирян на высшие церковные посты. То же самое касается и женщин, несмотря на то, что Папа призывает их к более активному участию. Что касается духовных чинов, основ и основ, базирующийся на монополии таинств, Франциск планирует давать их исключительно женатым мужчинам, но не женщинам. Я, сын церкви, любит говорить Папа, чтобы подчеркнуть свою любовь к этому институту. Некоторые в его окружении даже сравнивают его с Михаилом Горбачевым. Как будто католическая церковь должна была взломать свои структуры, чтобы устоять перед экзистенциальными кризисами, которые ей угрожают. Как будто этот бой вовсе не был выигран заранее. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ Материалы на СМИ Материалы на СМИ